Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 сентября. Продание святых мучениц, веры, надежды и любви и Матери Исстофии. В царстве императора Адриана жила в Риме вдова родом итальянка по имени София, что в переводе значит «премудрость». Она была христианкой и сообразна своему имени, жизнь свою вела благоразумно по той «премудрости», которую восхваляет апостол Яков. Говоря «премудрость свыше, во-первых, чиста, потом мирна, кратка, благопокорлива, полна милосердия и добрых плодов». Эта «премудрая» София, живя в честном супружестве, родила трех дочерей. Корма рекламена, соответствующая трем христианским добродетелям. Первую дочь назвала она верою, вторую – надеждой, а третью – любовью. Да и что иное могло произойти от «премудрости» христианской, как не Богу угодные добродетели? Вскоре после рождения третьей дочери София лишилась супруга. Оставшись с тобой, она продолжала жить благочестиво, угождая Богу молитвой, постом и милостынею. Дотерей же своих она воспитывала так, как может сделать эта премудрая мать. Она старалась и приучить, проявлять в жизни те христианские добродетели, имена которых они носили. По мере того, как дети росли, возрастали в них и добродетели. Они хорошо узнали пророческие и апостольские книги, привыкли внимать по учениям наставников, прилежно занимались чтением, были усердны в молитве и в домашних трудах. Повинаясь святой и богомудрой матери своей, они преуспевали во всем и восходили от силы в силу. А так как они были чрезвычайно красивы и благоразумны, то на них вскоре все начали обращать внимание. Слух об их премудрости и красоте распространился по всему Риму. Услыхал он еще начальник области, Антиох, и пожелал их видеть. Как только он увидел их, тотчас же убедился, что они христианки, ибо они не желали скрывать свои веры во Христа, не сомневались надежды на Него и не ослабевали своей любви к Нему. Но открыто пред всеми прославляли Христа Господа, гнушаясь богомерзкими видовами языческими. О всем этом Антиох известил царя Адриана, и тот не замедлил сейчас же послать слух своих с тем, чтобы они привели явиться к нему. Исполняя царское повеление, слуги отправились в дом Софии, и когда пришли к ней, то увидели, что она занимается паутением дочерей своих. Слуги объявили ей, что царь зовет к себе ее вместе с дочерми. Уразумев, с какой целью зовет их царь, они все обратились к Богу в такую молитвою. Стефильный Боже, сотвори с нами по Твоей святой воле, не оставь нас, но прошли нам Твою святую помощь, чтобы сердце наше не устрашилось гордого мучителя, чтобы не удавались мы страшных его мучений, и не пришли в ужас от смерти. Пусть ничто не уторгнет нас от Тебя, Бога нашего. Сотворив молитву и поклонившись Господу Богу, все четверо, мать и дочери, взяв друг друга за руки, подобно сплетенному венку, пошли к царю. И часто, взирая на небо с сердечным воздыханием и тайной молитвою, вручали себя в помощь и того, кто повелел не бояться убивающих тел, а души же немогущих убить. Когда подошли к царскому дворцу, просилили себя крестным знаменем, говоря, «Помоги нам, Боже Спаситель, наше прославление ради Твоего святого имени». Их вели во дворец, и они пристали перед царем, который горделиво вседал на своем троне. Увидев царя, они воздали ему подобающую честь, настояли перед ним без всякой боязни, без всякого изменения в лице, мужеством в сердце, и смотрели на всех веселым взором, как будто бы они призваны были на пир. Такой радостью и бились они к царю на истязание за Господа своего. «Люди их благородные, светлые и бесстрашные лица», царь стал спрашивать, какого они рода, как их зовут, и какова их вера. Будучи премудрые, мать отвечала так благоразумно, что все присутствующие, слушая ее ответ, удивились такому ее разуму. Упомянув кратко о своем происхождении и имени, София начала говорить о Христе. Коэла происхождения разъяснить никто не может. Но имени Коэла должен поклоняться всякий род. Она открыто исповедовала свою веру в Иисуса Христа, Сына Божий, и назвавши себя Его рабою, прославляла Его имя. «Я христианка», — говорила она, — «вот то драгоценное имя, которым я могу похвалить тебе». При этом она сказала, что и дочерей своих обручила она Христу, дабы нетленную свою чистоту они сохранили для ней тленного жениха, Сына Божия. Тогда царь увидел перед собой столь мудрую женщину, но не желая ступать с нее в продолжительной беседе и судить ее, а отложил это дело до другого времени. Он послал Софии вместе с заферми к одной знатной женщине по имени Палладии, поручив ей наблюдать за ними, а через три дня представить их к нему на суд. Живя в доме Палладии и имея в своем распоряжении немало времени для научения своих дочерей, София утверждала их в вере день и ночь, получая вдохновенными от Бога словами. «Дочери мои возлюбленные», — говорила она, — «не не время вашего подвига, не настал день у невещивания вашего бессмертному жениху. Теперь-то вы, сообразные именам вашим, должны показать веру свердую, надежды несомненную, любовь нелицемерную и вечную. Настал час торжества вашего, когда мученическим венцом вы будете венчаться с прелюбезным женихом своим, и с великой радостью войдете в пресветлый его чертог. Дочери мои, ради всей чести Христовой не жалейте юной вашей плоти, не жалейте красоты вашей молодости ради краснейшего добротой и более чемов человеческих, и ради жизни вашей не вскорбите о том, что лепитесь этой жизнью временно. Ибо ваш небесный возлюбленный Иисус Христос есть вечное здравие, несказанная красота и жизнь нескончаемая. И когда тела ваши ради его будут замучены до смерти, он облечет их внепление и раны ваши сделает светлыми, как звезды на небе. Тогда красота ваша будет через муки за него отнята от вас. Он украсит вас небесной красотой, коей глаз человеческий никогда не видел. Когда же лишитесь вы временной жизни, положив души за Господа своего, то Он наградит вас жизнью бесконечную, в коей прославит вас вовеки пред Отцом своим Небесным и перед Его святыми ангелами. И все небесные силы нарекут вас невестами и исповедницами Христовыми. Вас восхвалят все преподобные, а вас вознеслятся мудрые делы и примут вас в свои общения. Дочери мои дорогие, не давайте соблазнить себя прелестными вражиями, ибо, как я думаю, царь будет расточать вам ласки и сулить большие дары, предлагая вам славу, богатство и честь, всю красоту и сладость этого тленного и суетного мира. Но вы не возжелаете ничего подобного, ибо все это, как дым исчезнет, как пыль ветром разлетается, и как свет и трава засыхают и обращаются в землю. Не устрашайтесь, когда увидите лютое мучение, ибо пострадает немного. Вы победите врага и восторжествуете навеки. Верую в Бога Моя Иисуса Христа, верую, что Он не оставит вас страждущих во имя Его, ибо Он Сам сказал, «Забудет ли женщина дитя свое, плод срева своего? Если и она забудет, то я никогда не забуду вас. Неотступно Он пребудет с вами во всех ваших муках, взирая на ваши подвиги, укрепляя немощи ваши и уготавляя вам в награду венец непленный. О, дочери мои прекрасные, вспомните мои болезни при рождении вашем, вспомните труды мои, в которых я скормила вас, вспомните слова мои, какими я учила вас страху Божию, и утешьте мать вашу в ее старости, вашим добрым и мужественным исповеданием веры во Христа. Для меня будет торжество и радость и честь, и слава среди всех верующих. Если удостоить я именоваться матерью мучениц, если я увижу ваше доблестное за Христа терпение, твердое исповедание Его святого имени и смерть за Него, тогда душа моя возветелится, и дух мой возрадуется, и старость моя подкрепится. Тогда и вы будете воистину моими дочерьми, если, послушав наставления своей матери, будете стоять за Господа своего до крови, и умрете за Него с усердием. Выслушав с умилением такое наставление своей матери, девицы испытывали сладость в сердце и радовались духом, ожидая времени мучения, как брачного часа. Ибо, будучи святыми ветвями от святого корня, они желали своей душой того, к чему наставляла их премудрая их мать София. Они принимали к сердцу все ее слова и приготовляли себя к поводу ученичества, как бы пособирались в светлый чертог, ограждая себя верою, укрепляясь надеждою и возжигая в себе огонь любви ко Господу. Ободряя и утверждая друг друга, они обещали матери своей все ее душеполезные советы осуществить с помощью Христа на самом деле. Когда настал третий день, они приведены были к беззаконному царю на суд. Думая, что они легко могут послушать все его соблазнительных слов, царь начал так говорить им. Дети, видя вашу красоту, исчезя вашу молодость, я советую вам, как отец, поклонитесь богам, властителям вселенной. Если вы послушаете меня и исполните то, что вам приказано, то я назову вас своими детьми. Я призову начальников и правителей и всех моих советников и при них объявлю вас своими дочерни, и вы от всех будете пользоваться похвалой и почетом. А если вы не послушаете и не исполните моего повеления, то причините себе великое зло и старость матери своей огорчите и сами погибнете в то время, когда вы могли более всего веселиться, живя беспечно и весело. Ибо предам я вас лютой смерти и, раздробив члены тела ваша, брошу их на сиденья псам, и будете вы попираемы всеми. Итак, для вашего же собственного блага послушайте меня, ибо я люблю вас и не только не хочу губить красоты вашей и лишить вас этой жизни, но желаю бы стать для вас отцом. Но девы святые единогласно и единодушно отвечали ему «Отец наш Бог, на небесах живущий, Он промышляет о нас и нашей жизни и милует наши души. Мы хотим быть им любимыми и желаем называться неверностями на детей, поклоняясь ему и храняя его повеления и заповеди, на твоих богов клеем, а твоей угрозы не боимся, ибо мы только того и желаем, чтобы страдать и переносить горькие мучения ради сладчайшего Иисуса Христа, Бога нашего». Услышав от них такой ответ, царь спросил мать Софию «Как зовут ее дочерей и сколько им лет?» Святая София отвечала «Имя первой моей дочери Веры, ей двенадцать лет, вторая Надежда имеет десять лет, а третья любовь кое всего девять лет». Царь был весьма удивлен, что при таком юном возрасте они обладают мужественным разумом и могут так отвечать ему. Он начал снова принуждать каждую из них к нечестии своему и сначала обратился к старшей, из-за вере говоря «Принеси жертву великой богини Артемиде». Но вера отказалась, когда царь велел раздеть ее до нога и бить ее. Мучители, нанося ей удары без всякого милосердия, говорили «Пожри великую богини Артемиде!» но она молча терпела страдания, как будто били не по ее телу, а по чужому. Не достигнув никакого успеха, мучитель повелел отрезать ее девические сосы, но из рам вместо крови потекло молоко. Все, смотревшие на мучение Веры, разъявились этому чуду и терпению мученицы. И, покачивая головами, в тайне укоряли царя за его безумие и жестокость, говоря «Чем эта красивая девица согрешила и за что так страдает?» «Горе безумия царя и его зверской жестокости, бесцеловечно губящей не только стартов, но даже и малых детей!» После этого была принесена железная решетка и поставлена на сильном огне. Когда она раскалилась, как горячий уголь, и от нее летели искры, то положили на нее святую девицу веру. Два часа лежала она на этой решетке, взывая ко Господу своему, немало не опалялось, что всех привело в изумление. Затем она была посажена в котел, стоящей на ней наполненной кипящей смолой и маслом. Но и в нем осталась невредимая, и сидя в нем, как бы в прохладной воде, воспитала Бога. Мучитель, не зная, что еще сделать с ней, чем бы он мог ее отвратить от веры Христовой, приговорил ее к усечению мечом. Но, слыхав этот приговор, святая вера исполнилась радости и сказала матери «Помолись за меня, мать моя, чтобы не окончить шестью мое, дойти до желанного конца, увидеть возлюбленного Господа и Спасителя моего и насладиться лицезрением его божества». А сестрам сказала «Помните, любезные мои сестры, кому не дали обед, кому уневестились, вы знаете, что мы запечатлены святым крестом Господа нашего и вечно должны служить Ему, посему претерпим до конца. Одна и та же мать родила нас, одна воспитала и научила нас, поэтому и мы должны принять одинаковую конфину. Как единоутробные сестры мы должны иметь одну волю. Пусть буду я для вас примером, дабы и вышли обе за мною, призывающим у нас жениху нашему». После этого она поцеловала свою мать, потом обнявшись сестер, также целовала их и пошла под меч. Мать же нисколько не скорбела о дочери своей, ибо любовь к Богу победила в ней сердечный печаль и материнская жалость к детям. Она о том только сокрушилась и заботилась, как бы какая-либо из ее дочерей не устрашилась, мук и не отступила бы от Господа своего. И сказала она вере, «Я тебя родила, дочь моя, и из-за тебя претерпела болезни, но ты воздаешь мне за это благом, умирая за имя Христово и проливая за него ту самую кровь, которую приняла в моей утробе. Иди к нему, возлюбленная моя, и обогренная своей кровью, как бы облеченные в багренице, предстань прекрасно перед очами жениха твоего. Помяни перед Нему Бога и мать твою, и помолись Ему о своих сестрах, чтобы и тех укрепил Он в том же терпении, какое проявляешь ты». После этого святая вера усеченная была в честную главу и отошла к главе своей Христу Богу. Мать же, обняв многострадальное тело и целую его, радовалась, и славила Христа Бога, принявшего дочь ее веру в небесный свой чертог. Тогда нечестивый царь поставил перед собой другую сестру, надежду, и сказал ей, «Любезное дитя, приими мой совет, я говорю это, любя тебя так же, как отец. Поклонись великой Артемиде, чтобы не погибнуть и тебе, как погибла твоя старшая сестра. Ты видела ее страшные муки, видела ее тяжкую смерть. Неужели и ты захочешь так же страдать? Поверь мне, дитя мое, что я жалею твою молодость. Если бы ты послушала мое приказание, я объявил бы тебя своей дочерью». Святая Надежда отвечала, «Царь, разве я не сестра той, которую ты вымортирил? Разве я не от одной с ней матери родилась? Не тем же ли молоком я скормленное, и не то же ли получила я то же крещение, как и святая сестра моя? Я росла вместе с ней и от одних и тех же книг, я от одного наставления матери научилась познавать Бога и Господа нашего Иисуса Христа, веровать в Него и Ему одному поклоняться. Не думай, царь, чтобы я поступала и думала иначе, и жирала не того же, чего и сестра моя вера. «Нет, я хочу идти по ее следам! Не медленно и не старайся разубеждать меня многими словами, но лучше приступи к самому делу, и ты увидишь мое единомыслие с сестрою». Услыхав такой ответ, царь предал ее на мучения. Раздев ее до нога, как и веру, слуги царские долго били ее без всякой жалости, до тех пор, пока не устали. Но она молчала, как бы совсем не чувствуя никакой боли, и только смотрела на мать свою блаженную Софию, которая стояла тут, мужественно взирая на страдания своей дочери и моля Бога о том, чтобы он даровал ей крепкое терпение. По повелению беззаконного царя, Святая Надежда брошена была в огонь, и оставшись невидимой, подобно трем отрокам прославляла Бога. После этого она была повешена, ее строгали железными когтями, тело ее падало кусками и кровь лилась потоком, но от раны сходило чудное благоухание, а на лице ее светлым и сияющим благодати Святого Духа была улыбка. Святая Надежда стыдила еще мучителя в том, что он не в силах победить терпение такой малолетней от раковицы. «Христос – моя помощь!» – говорила она. «Я не только не боюсь муки, но желаю ее, как сладости райские, так приятны для меня страдания за Христа. Тебя же, мучитель, ожидает мука в огне гиенском, вместе с бесами, коих ты почитаешь за богов!» Такая речь еще больше раздражила мучителя. Он приказал наполнить котел смолой и маслом, поджечь его и бросить в него святую. Но когда хотели бросить святую в кипящий котел, он немедленно как воск растопился, а смола и масло разлились и опалились всех окружающих. Так чудодейственная сила Божия не оставляла святую надежду. Гордый мучитель, видя все это, не хотел познать истинного Бога, ибо сердце его было омрачено прелестью бесовстую и пагубным заблуждением. Но ослеянный малый отраковицей он испытал зеликий стык. Не желая долей переносить такой позор, он осудил, наконец, святую новосвечение мечом. А отраковицей, услыхав о приближении своей кончины, с радостью подошла к матери и сказала, «Мать моя, да будет с тобою мир, будь здрава и поминай дочь свою». Мать же, обняв, целовала ее, говоря, «Дочь моя надежда, благословен это от Господа Бога Вышнего за то, что на Него надеешься и ради Него не жалеешь пролить свою кровь. Иди к сестре своей вере и вместе с нею предстань к твоему возлюбленному». Надежда целовалась также с сестрой своей любовью, смотревшей на ее мучения, и сказала ей, «Не оставайся здесь и ты, сестра, а предстанем вместе пред Святой Троицей». Сказав это, она подошла к бездыханному телу сестры своей веры и с любовью, обняв его, по свойственной эпизоде человеческой жалости, хотела плакать. Но по любви ко Христу переменила слезы на радость. После этого, преклонив свою главу, святая надежда была усечена мечом. Взяв тело ее, мать прославляла Бога, радуясь мужу и ботерей своих, и побуждала к таковому же терпению своими сладкими словами и мудрыми увещаниями и младшую дочь свою. Мучитель же призвал третью от раковицы любовь и старался ласками склонить ее, как и первых двух сестер, к тому, чтобы она отступила от распятого и поклонилась Артемиде. Но напрасны были старания обольстителя, ибо кому-то так твердо пострадает за своего возлюбленного Господа, как не любви, так, как и в Писании сказано, «Крепка, как смерть, любовь, вода многое не может угасить любви, и реки не потопят ее». Песня 8.6. «Не угосили все от раковицы одной любви к Богу многие воды мирских соблазнов, не потопили ее реки бед и страданий. Ее великая любовь особенно ясно видна была из того, что она готова была положить душу свою за своего возлюбленного Господа Иисуса Христа. А ведь нет больше любви, как положить душу свою за друзей». Мучитель, видя, что ничего нельзя сделать ласками, решил предать на страдания и любовь, думая различными мучениями отвлечь ее от любви ко Христу. Но она отвечала по апостолу, «Кто меня отлучит от любви Божьей, скорбь или теснота или гонение, голод или нагота или беда или нет? Но все сие превозмогаем силою возлюбившего меня». Мучитель приказал растянуть ее по колесу, бить палку, а растянута она была так, что члены тела ее отделялись от составов своих, и она, будучи ударяемо палкой, покрылась как бы гренитой кровью, которая напаялась и земля как бы от дождя. Потом была разжжена печь. Указывая на нее, мучитель говорил святой, «Девица, скажи хоть только, что велика богиня Артемида, я отпущу тебя, а если не скажешь это, то сейчас же сгоришь в этой разжженной печи». Но святая отвечала, «Велик Бог мой Иисус Христос, Артемида же и ты с ней погибнете». Мучитель, разгреванный такими словами, поумел предстоящим тотчас же вернуть ее в печь. Но святая, не дожидаясь того, чтобы кто бросил ее в печь, сама поспешила войти в нее, и, будучи невредимой, ходила посредине ее, как бы в прохладном месте, стоя и благословляя Бога, и радовалась. В то же время из печи вылетело пламя на неверных окружающих печь, и некоторых пожгло в пепел, а у них опалило, и достигнув до царя обожгло и его, так что он далеко бежал. В печи той были видны и другие сияющие светом лица, которые ликовали вместе с мученицей, и превозносилось имя Христова, а нечестивые были посрамлены. «Когда погасла печь мученица прекрасная невеста Христова, вышла из нее здравая и веселая, как из чертога». Тогда учители по повелению царя провертили члены ее железными булавками, буралами, но Бог откреплял святую своей помощью и в этих муках, так что и от них она не умерла. «Кто бы мог претерпеть таковые мучения и не умер бы мгновенно?» Однако возлюбленный жених Иисус Христос подкреплял святую, чтобы как можно более посрамить нечестивых, а ей воздать большую награду, и чтобы крепкая сила Божия прославилась в немощном сосуде человеческом. Разболевшийся от обжога мучитель повелел наконец усекнуть святую мечом. Она же, услыхав по всем, радовалась и говорила, «Господи Иисусе Христе, возлюбивший рабу Твою любовь, пою и благословляю многопета имя Твое за то, что вчиняешь меня вместе с сестрами, сподобив и меня претерпеть за имя Твое то же, что и они претерпели». Мать и святая София, не переставая, молилась Бога о младшей дочери своей, чтобы он даровал ей терпение до конца, и говорила ей, «Третья моя ветви, чадо мое возлюбленное, подвижался до конца, ты идешь добрым путем, и для тебя сплетен уже венец и отверстие уготованный чертов. Жених уже ожидает тебя, взирая с высоты на твой подвиг, чтобы, когда ты преклонишь подмечь свою голову, взять твою чистую и непорочную душу с твои объятия и упокоить тебя с сестрами твоими. Помяни меня, мать вашу, в царстве жениха своего, чтобы он оказал милость и мне, и не лишил меня участвовать и пребывать с вами в славе его святой». И тотчас святая любовь была усечена мечом. Мать приняла ее тело, положила ее в дорогой гроб вместе с телами святых, верой и надеждой, и украсив тела их, как должно, поставила гроб на погребальню колесниса, отвезла их из города на некоторое расстояние, и в честь и похоронила дочерей на высоком холме, плача от радости. Находясь на могиле их три дня, она усердно молилась Богу и сама почила о Господе. Верующие погребли ее там же, вместе с засерми. Таким образом, и она не лишилась с ними участия в Царстве Небесном и мутинического венчания, потому что, если не телом, то сердцем своим и она страдала за Христа. Так премудрая София жизнь свою окончила премудро, принеся в дар Святой Троице трех добродетельных дочерей своих веру, надежду и любовь. О, святая и праведная София! Какая женщина спасла через всегородие так, как ты, родившая таких детей, кои у невестились спасители и пострадав за него, они с ним царствуют и прославляются. Поистине, ты мать достойная удивления и доброй памяти. Так как, смотря на страшные тяжкие муки и смерть возлюбленных своих чад, ты не только не скорбела, как свойственно матери, но утешаемая благодатью Божией ее больше радовалась. Сама научила и умоляла дочерей не жалеть временной жизни и беспощадой пролить кровь твою за Христа Господа, наслаждаясь с ним и зрением пресветлого его лика вместе со святыми твоими дочерми. Пошли и нам премудрость, чтобы мы, сохранив добродетели веры, надежды и любви, сподобились предстать Пресвятой, несозданной и животворящей Троицы, и славить ее во веки веков. Аминь.